МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Роль Толяна в фильме «Павла Чухрая. Вор» окончательно утвердила Владимира Машкова в числе лидеров молодых российских актеров конца 90-х годов. Их называли 4М по одинаковой первой букве фамилии. Меньшиков, Миронов, Машков, Маковецкий. Но только за Машковым закрепился титул главного секс-символа страны. Ваши документы, товарищ капитан. Да ладно, документы еще. А ну, стой, 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 стой. Документы давай. Вы что, ребята, а? Я сказал, документы. Ну, давай, проверяй, давай, давай. Для того я на Курской дуге в танке горел, да под Кенисбергом кишки свои с горящей земли собирал, чтобы ты у меня, крыс, столовая, документы сбрасывал. Ну-ка, руки! А ну, кончай! Давай, давай, давай. Документ тебе, сука! Вот мой документ! Вот кому я документы показывать должен! Ба! Заметной вехой в творческой жизни Владимира Машкова стал 1996 год, когда ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации. В том же году Машков приступил к съемкам своего кинодебюта новогодней комедии «Сирота Казанская». А вот и я! Я пришел из доброй сказки! Начинайте игры-пляски! Становитесь, карава! Дружище встретим Новый год! Ради праздника для вас я здесь кое-что припаху. Петька, ты что ли? От французского двора вам от бубликова двора! Петь пиво с ушками будет нос с висушками! А тебе высоко сидеть, далеко глядеть! Опа! А у тебя нет аппетита! А у кого нет аппетита, йод, зеленка, стриптоцит, и вернется аппетит! А это вот тебе! А отец? Узнал! Машков остановил свой выбор на пьесе своего старого друга, драматурга Олега Антонова. Сюжет простой, понятный каждому и не претендующий на глубокий драматизм. Это был сознательный выбор режиссера. Только забавные ситуации, милые конфликты, которые столь же мило разрешаются. А я вам елочку привез. Боже мой, Коля, ты где был? Брать в центре. Ты где так напился? В фототелье. Ты же сама меня туда послала. Послала. Просили передать. Просили передать. Фотографий нет. Будут позже. А вы сейчас трое свободны? Можете со мной тут дойти через два дома? Я с Федькой поспорил, что у меня три тесня. А он не верит. В своем фильме Владимир Машков собрал блистательный актерский состав. Олег Табаков, Валентин Гакт, Лев Дуров, Николай Фоменко. Главную героиню сыграла бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко. Обычно нервно-импульсивная, трепетная, с неприходящим внутренним драматизмом, в «Сироте Казанской» Елена Шевченко явилась уютным, славным созданием, готовым в любой момент обогреть, утешить, помочь. Машков смог повернуть актрису на 180 градусов. Коля. Что? Ты меня любишь? Это здесь при чем? Ну, люблю. Обязну. Люблю. Значит, если я не выйду за тебя замуж, через 30 лет ты обо мне даже не вспомнишь? Как ты ухаживал за мной, как ты? 3 сентября на уроке чтения зашел в плащ через окно, поцеловал меня, и дети кричали «Ура!» Это совсем другое дело. Нет, Коля, не другое. Я не знаю, кто из них мой отец, но чувствую, что оба говорят правду. У Владимира Машкова на съемочной площадке было самое главное, без чего не может состояться ни один фильм. Актеры и режиссер понимали друг друга с полуслова. Они были единомышленниками. Актеры точно уловили и точно реализовали жанровое начало картины. Озорство каждого персонажа, что наверняка шло от неуемного Машкова. При всей незатейливости сюжета картина насыщена тонким юмором и филигранной игрой всех, без исключения актеров. Тиминдиев, тебе чего? Это вам. Маме велело поздравить вас с Новым годом и передать спасибо за тройку. Что это? Торт. Правда, я упал маленько. У вас там скользко. А вот к нему свечи. А еще говорят, что к вам батя приехал. Вот зашел посмотреть. Интересно все-таки. Так который же из них батя? Я. Я лучше завтра зайду. Сирота Казанская имела огромный зрительский успех. В год ее проката она стала лидером среди продаж DVD. Фильм получился поистине семейным, новогодним и необыкновенно добрым. Поэтому вполне заслуженно завоевал любовь зрителей. Та-да! Та-да! Вчера мы встретились случайно И вы взглянули на меня Следила я за вами с грустью тайной Печаль туманила глаза Махлынули воспоминания Мелькнули тени прежних дней И чувство нежного признания Воскресли в памяти моей Скажите, почему Нас с вами разлучили Начиная с середины 90-х годов Владимир Машков Один из самых постребованных актеров Российского кино Но его послужной список Свидетельствует о том, что актер Очень избирателен У него нет проходных ролей Даже если в картине слабая Драматургия, то режиссура И актерская игра Скрашивают недостатки сценария Так было, например, с фильмом «Мама» Согласие Машкова сниматься в этой картине Обусловили два обстоятельства Точнее, два человека Режиссер картины Денис Евстегнеев С которым Машков работал на «Лебете» И участие замечательной актрисы Ноны Мордюковой В основе сценария реальная история Многодетной семьи Овечкиных Талантливых музыкантов из Сибири Выросшие в нищете Повидавшие мир на гастролях Они захотели изменить свою судьбу Но мечта о красивой и богатой жизни Рухнула в одночасье Мать и большинство детей Погибли при попытке захвата самолета Всем оставаться на своих местах Это угон! На борту террористы Взрывное устройство Требует изменить курс Необходима на заправках Фильм запомнился зрителям В первую очередь Благодаря блестящей игре Звездного состава Помимо Мордюковой В картине снимались Три М Машков, Миронов, Меншиков А также талантливые актеры Алексей Кравченко и Михаил Крылов Солировала Нонна Мордюкова Но и ее более молодые коллеги Не отставали от Примадонны Машков играл сына Николая «Мы ничего не играли», Вспоминал Машков «Потому что по правде Ощущали себя ее детьми Она заботилась о нас А мы о ней» Каждого экранного сына Нонна Викторовна Называла по-своему «Я был для нее самым красивым» Машков и в самом деле Хорош в этом фильме Красив особенной, яркой красотой Мужчины-победителя Что немаловажно для роли Николая К тому же Николай Самый жизнерадостный из сыновей Машков умно обыгрывает Определенную эксцентричность В личной жизни Хозяина Северного Гарема Пожалуй, все, что было заложено в роли Максимально использовано актером В картине Сергея Урсулюка Сочинение «Ко дню победы» Владимир Машков сыграл второстепенную роль Но наравне с живыми классиками Михаилом Ульяновым, Олегом Ефремовым, Вячеславом Тихоновым В финале Машков выходит на первый план Его герой проходит драматический путь От отчаяния до духовного возрождения Он находит в себе силы, чтобы разбить стену разобщения Между собой и отцом Собой и старшим поколением Машков трагичен в финальных эпизодах картины Он предупреждает отца и его друзей Кричит, не замечая, что впервые после долгих лет Называет отца «папа» Папа! Папа! Не верьте им! Они вас убьют! Улетайте! Папа! В новое тысячелетие актер и уже сформировавшийся режиссер Вступил как мэтр российского кинематографа В 2000 году Владимир Машков сыграл главную роль В ленте Александра Прошкина «Русский бунт» Экранизации повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» Бунтарь Владимир Машков сыграл роль Предводителя народного бунта Емельяна Пугачева Это одна из лучших работ актеров Фильм пронизан словами Пушкина о русском бунте Бессмысленном и беспощадном После советской трактовки Пугачевщины Восстание угнетенного народа против народного заступника Казненного царицей за правое дело Вроде бы должен был появиться на экране кровавый палач Некое персонифицированное зло Но Александр Прошкин вместе с Машковым Нашли иное умное и глубокое решение Талантливый, яркий человек Не без авантюрного крена Пугачев реализует себя Однажды ступив на опасный путь С которого уже невозможно свернуть У Машкова Пугачев это прекрасно осознает И играет ва-банк Знает, что катится в пропасть Но уже не может, да и не хочет остановиться Машков утверждает близкий ему образ героя-индивидуалист Стремящегося рассчитаться с ненавистной ему толпой Вообще его герои все чаще стараются существовать вне общества Не позволяя нивелировать свою личность Знают о предстоящем для них исходе Но продолжают платить горькую цель Ты кто таков? Емельян Иванов, сын Пугачев, ваше происходительство Правда ли, что ты служил в моем корпусе? Святая правда В баталии при Бендер Получили коронжу Как ты решился на такое, дурак? Так уж видно Богу было угодно Наказать Россию через мое окаянство Как ты, вор, посмел назваться государем? Я не ворон Я вороненок Но ворон тысячи летает В лимите Владимир Машков впервые сыграл роль человека Которого экстремальные обстоятельства вырывают из естественной среды Провоцируя в нем жажду власти, денег И в результате отказ от всяческих этических норм Что в конце концов приводит к полному опустошению Тема эта стара, но не устарела Она обрела новые обертоны в новых российских реалиях Об этом в 2002 году снял фильм Павел Лунгин Олигарх При всей железной хватке олигарха Его стальной непреклонности Маковский у Машкова Все-таки не может до конца превратиться в холодный Безличностный автомат Запрограммированный исключительно на деньги В итоге герой Машкова Как бы опровергает идею Овладевшую Россией конца 20 века Идею о том, что мерило человеческой жизни Это материальные ценности и власть По данным журнала КОПС Вы входите в сотню самых богатых людей мира Ваше состояние оценивается в 5 миллиардов долларов Почему все эти деньги не спасают вас от унизителей наездов? Потому что мы в России Скажите, сегодняшний область связан с делом инфокара? Милая девушка, это все чушь собачья Меня обвиняют в том, что здесь, в России Я пытаюсь жить как свободный человек Вот и все А вы не думаете в ехать? Нет, не дождутся Вы знаете, я... Они, конечно, могут меня посадить Но я политик, а не бизнесмен И тюрьмы не боюсь А вы не жалеете, что создали свою педу? Нет, ни в коем случае Смотрите, как у нас весело У нас маскарад, люди в масках Блистательной стала роль Парфена Рогожина В многосерийном фильме Владимира Бортко «Идиот» По одноименному романа Федора Михайловича Достоевского Ради этой работы Машков отказался от съемок С голливудской звездой Клинта Мыстов Выбор Машкова на эту роль был идеально точным Кто, как не он, мог передать эту испепеляющую страсть Эту руковую одержимость В его Рогожине постоянно жил, слышался Отчаянно сдавленный вопыт Который, казалось, вот-вот вырвется Оглушая насмерть Как и взмах его руки с ножом Обогренным кровью Настасья Филипповна Красивый, с размашистым шагом Порывистый, судорожно живущий Парфен ждал любви, сострадания В чем все ему отказывали Глаза Рогожина жгли Обдавались жаром Его иступленность пугала Ну, здравствуй, Ганька, подлец Он самый есть Что, не ждал Парфена Рогожина, а? Стало быть, правда В 2004 году Владимир Машков приступает к экранизации Той самой пьесы Александра Галича «Матросская тишина», в которой он когда-то дебютировал на сцене табакерки Машков вновь играет роль Абрама Шварца Свою самую трагичную и неординарную роль Полностью переворачивающую все стереотипы о Владимире Машкове Я знаю, чем ты расстроен Ты недоволен тем, что я приехал, да? Кто тебя просил молоть языком про твой вонючий склад? Кто? Додик, милый, я... Чтоб ты сдох! Додик! Ты хочешь, чтобы я уехал домой, да? Да Хорошо, милый А когда? Финальный диалог отца с сыном Это лучшие сцены фильма, поставленные и сыгранные Владимиром Машковым Поэтом без пафоса То есть пафос, безусловно, присутствует в этом объяснении отца с сыном Но затаённый, тихий и оттого ещё больше бредящий душу Тишина оттеняет глубинную атмосферу диалога Абрама и Давида Прости меня, папа За что, милый? За тот день, когда ты приехал в Москву Я забыл об этом, Давид Я помню Очень хорошо помню, папа И хуже всего, что мне никогда не придётся выйти на сцену Большого зала консерватории Прости меня, папа Твоя мечта не сбудется Глупый Глупый это сбылось Теперь неважно, кто выйдет на сцену Большого зала консерватории Ты или твой маленький сын Ах, как он будет гордиться тобой И он скажет людям Это мой папа Сделал из меня то, что я есть Мой папа, герой войны Награждённый орденами медаль Может быть, милый мой Я сейчас скажу глупость Но, по-моему, именно это и есть та родина За которой ты воюешь После ухода Олега Павловича Табакова Владимир Машков принял решение Возродить легендарный спектакль «Матросская тишина» на сцене табакерки В память о любимом учителе Так пьеса Александра Галича на протяжении всей творческой жизни Не отпускает Владимира Машкова Безусловными удачами были работы актёров в таких картинах Как «Охота на пиранию», «Статский советник», «Домовой», «Кандагар», «Экипаж» «Движение вверх», а также в телесериалах «Пепел и Родин» Владимир Машков – лауреат театральной премии «Чайка» За постановку спектакля «Ругашовая опера» В номинации «Самый смелый режиссёр» А также приза за стремительную карьеру На кинофестивале «Балтийская жемчужина» Действительно большой мастер Продолжающий лучшие традиции русской актёрской школы Его работа отличает достоверность Тонкий психологический рисунок характера И беззаветная преданность делу Машков – профессионал высочайшего класса Такую характеристику дал Владимиру Машкову Режиссёр Карен Шахназаров Впереди у Владимира Машкова Ещё много фильмов, спектаклей, побед Но завершить сегодняшний разговор О его творчестве Хотелось бы обсуждением Лучшей на сегодняшний день Роли Владимира Машкова Давида Гоцмана в телевизионном фильме Сергея Урсулика «Ликвидация» Всем сидеть, я Гоцман Давид Маркович Давид Маркович, Давид Маркович Стволы на пол, живо! Давид Маркович Так мы выпьем? Можно Казалось, что эта роль писалась сразу под Машкова На самом деле Гоцман, Давид Маркович Сценарий был написан большим, крупным человеком С громким голосом и здоровенными ручищами Это Кефраим Грач из рассказов Бабеля Постепенно образовался некий круг актеров Крупногабаритных, хороших актеров Но режиссера ни один не устраивал Пока продюсеры не предложили ему попробовать Машкова Урсуляк уже работал с актером на картине сочинения «Ко дню победы» И идея ему понравилась А ты у них самый главный! На броде того И Гоцмана знаешь? Я Гоцман Тю! Мишка Карась Гоцман А тебя правда пуля не берет? Так я быстро бегаю Не поспевай Поехали В основе сюжета лежит борьба советской власти Против банкформирований в послевоенной Одессе В 1946 году Ликвидацию многие и зрители и критики сравнивают с легендарной картиной Станислава Говорухина «Вместо встречи извинить нельзя» Главный герой телесериала Давид Маркович Гоцман Не только из-за Гоцман Не только из-за говора неповторимого, чисто одесского, со всеми характерными ударениями и интонациями Но еще из-за того, как Машков потрясающе уловил суть неповторимого одесского характера Озорного, бесстрашного, лихого С особого толка острым юмором, с азартом Все это буквально прощупывается в Гоцмане Его подлинность безусловна Такое уже давно не встречалось на телевизионном экране Машков сыграл человека, органически неспособного к поражению Мужество, а также ясность мышления и соответствие этому всех поступков Именно этим пленял зрителей персонаж Машкова Пленял, убеждал, играя, повторяясь, в лучшую на сегодняшний день свою роль Я просьбы не имею Есть разговор до вас Имеете уши, слушайте Нет, встретимся на допросе Предлагаю, ША Мы знаем о твоем горе, Давид Фима был беззловный человек Сочувствия не надо Мне нужен тот, кто это сделал Живой, здоровый, сидящий прямо на табурете Люди интересуются Что им за это будет? Ничего не будет А если не найдете Лично каждого второго из вас за душу Сегодня Владимир Машков, как всегда, в движении Не утратив вы малой доли своего великолепного темперамента Упоения в работе Смелости во всем И, конечно же, окрепшего и раскрывшегося таланта Пожелаем же любимому актеру дальнейших творческих успехов и удачи А на сегодня все Оставайтесь с нами До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok